Секрет успешного диалога кроется в умении слушать и слышать друг друга. Эта простая истина хорошо знакома студентам Пушкинского университета. Этого принципа придерживается и депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Леонид Брич. А потому и встреча проходила продуктивно. В ходе беседы были озвучены основные вопросы повестки дня 6-го Всебелорусского народного собрания. Состояние перспективы экономического и политического развития страны, проблемы информатизации общества, социальной защиты населения, ключевые аспекты сферы образования, медицины и многих других. Сегодня важно молодым людям, да и взрослым, взрослому поколению сопоставлять информацию, получаемую из социальных сетей, из государственных средств массовой информации, будь то телевидение или печатные издания, и сопоставлять и анализировать, очень важно анализировать. Я понимаю, что сегодня время быстро летит, и информации достаточно много. И понять, где правда, а где неправда, вот здесь вот важно. И потому, наверное, сегодня настало действительно время то, особенно после событий августа месяца 2020 года, переосмыслить, чтобы мы не потеряли нашу страну, независимость нашей страны. Студенты с интересом слушали выступления депутата Палаты представителя Национального собрания Республики Беларусь, при этом по возможности задавали вопросы. В парламентарию в ходе беседы их поступило несколько. Касались они разных тем. От прошедшего Всебелорусского народного собрания и его итогов, до молодежных инициатив и вопросов патриотизма. На Всебелорусском народном собрании, которое сегодня было уже не раз упомянуто, глава нашего государства упомянул то, что патриотизм, ему нельзя научить, а нужно как-то показывать, какие-то являть, какие-то определенные примеры. И вот хотелось бы задать вам вопрос. На каких определенных примерах это нужно делать? Как именно нам это показать или проявлять любовь, свою искреннюю родную землю? Ответ на этот вопрос, как и на многие другие, был понятен и прост. В формировании и развитии чувства патриотизма, убежден депутат, начинается с любви к малой родине и родителям, с памяти о своей истории и ценности настоящего. В итоге беседы участники открытого диалога пришли к выводу, что активность и неравнодушие молодежи является одним из необходимых компонентов успешного построения процветающего государства.